На Бобруйско-Громаше трудится восемь бойцов студотряда. Каждый ответственно подходит к своим обязанностям. Учащиеся механико-технологического колледжа изготавливают детали для машин. Для них это не только отличный вариант заработка на каникулах, но и уникальная возможность зарекомендовать себя как хороших специалистов. Лучших в дальнейшем возьмут на работу по распределению. Я собираю раму по СТ-9, также на нее детали. В дальнейшем эта рама пойдет на… с нее будет прицеп. Для меня это хороший опыт дальнейшей профессии. Все они работают по специальности. Мы организовываем не только их работу, но и досуг. Например, в следующем месяце мы планируем посещение кинотеатра, а также привлекаем их в жизнь нашего предприятия, в различные культурно-массовые спортивные мероприятия. Бесценный опыт получают и в автотранспортном колледже. Здесь трудится порядка ста ребят. Участвуют в подготовке проведения централизованного тестирования. Проставляют штампы на черновых листах, комплектуют необходимые принадлежности для аудитории, делают бейджики и знакомятся с планом рассадки. Более 30 человек будут задействованы и на выдаче сертификатов. На летний период это довольно-таки хороший заработок, как минимум. Также впоследствии я познакомлюсь с требованиями к ЦТ, с тем, как оно происходит. Поэтому в дальнейшем оно мне поможет при сдаче ЦТ. Всего в Бобруйске работают почти 150 бойцов. На Славянке, Таиме, Фондоке, Агромаше, в автотранспортном и аграрно-экономическом колледжах. В этом году все студенческие отряды носят имена героев Советского Союза, таких как Кирилл Орловский, Иван Филимонов, Иван Краснюков и Григорий Скляр. Также будут устроены два отряда на республиканские проекты в город Минск на предприятие МАЗ и в город Островец на атомную электростанцию. Союз молодежи поддерживает ребят на протяжении всего сезона. От соблюдения техники безопасности до своевременной оплаты труда. Приятный бонус – из зарплаты не вычитается подоходный налог. В 2023-м студенческие отряды расширили перечень рабочих мест до 38 тысяч. По итогам 2022-го средняя зарплата составила 495 рублей.